Привет! Ты на канале Мира Ашут. Здесь мы вяжем и шьем интересные и необычные вещи. Под каждым своим видео я всегда пишу, что ты смело можешь присылать мне в инстаграм фотографию той вещи, на которую хочешь мастер-класс. И вот одна девушка прислала мне это сообщение. Поэтому в этом видео мы будем делать вот такую очаровательную, очень изящную, красивую сумочку. Погнали! Давайте начнем. Что нам понадобится? Крючок номер 12, ножницы, трикотажная пряжа, два карабина, где у нас будут крепиться ручки и, возможно, крючок поменьше, но можно будет обойтись и без него. Пряжа у меня, я вам уже рассказывала, бисквит. Мне нравится, что она без дырок, без каких-то затяжек, потому что многие пряжи других фирм бывают крайне нехорошего вида. Этот кусок здесь для примера. Смотрите, вот на этой картинке, если посчитать, вы можете увидеть 15 вот таких вот штучек. Вот видите, как здесь я подниму? 15 вот таких пупырышек. Вот сейчас опять я поставлю картинку. И если мы будем считать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Все. Это значит, что было набрато 15 петель. И, собственно, вы можете находить любые другие сумки в Пинтерест и точно так же считать и вязать сами. Дальше нам нужно понять, сколько петель у нас было в высоту. Вы видите, вот на этой не очень видно, но вот здесь вот, возможно, такими ячейками, как будто вот серединка и раз, сверху галочка, снизу галочка, вот ячейки. Это две петли. А если мы смотрим на нашу картинку, то мы можем насчитать таких ячеек раз, два, три, четыре. Соответственно, получается это восемь петель. Значит, восемь петель переда и восемь петель зада. Дно на этой сумке, как мне кажется, не отвязано. То есть там на дно ничего не прибавлялось, она достаточно плоская. Возможно, там есть еще две петли, но, скорее всего, нет. Поэтому будем делать восемь переда, восемь зада. Ну, все, в целом, начинаем. Очень надеюсь, что нам хватит одного мотка. Я еще ее не вязала, поэтому я так же, как и вы, делаю это впервые сейчас. Спойлер, нам все-таки понадобится второй моток пряжи, потому что одного не хватает. Целый моток я потратила, и вот половину, чуть меньше от второго. Мы вытаскиваем одну нитку с этой стороны и одну нитку из середины. Кончик некрасивый из середины мы отрезаем. Вот этот рисунок сумки, он весь с висюльками, но так как она связана одним цветом, я понимаю, что эти висюльки декоративные. То есть мы нигде в самом полотне резать ничего не будем. Мы свяжем, а потом их просто привяжем, как захотим. Что важное в трикотажной пряже? Вы ее разматываете, да, немного, потому что она начнет путаться. И обязательно все растягивайте, потому что, во-первых, если вы не растянете, у вас растянется потом сумка. А во-вторых, у вас так хватит пряжи намного больше, потому что если вы не растянете, у вас хватит там, допустим, на такой кусок. А если растянете, то ну вот на такой. В общем, это все важно. Растянули эту часть. Растянули вот эту часть. Хорошо, да, все? Вот он дотянул. Итак, начинаем как обычно. Берем вместе две ниточки. Делаем узел. Узел абсолютно обычный. Вот обмотали, просунули. В общем, узелок как узелок. Ниточки здесь оставляете той длины, которую вы хотите, чтобы у вас болтались на сумке. Хотите длинные-длинные, хотите короткие-короткие. А берете крючок, засовываете. Вот это, это не первая петля. Это ноль. В любом вязании всегда это ноль. Кладете на палец, ну, подхватываете, да, и вытаскиваете. Вот это первая петля. Вторая петля. Третья петля. Четвертая. Мы набираем так с вами 15 петель сначала. Пятая, шестая, девятая, пятнадцатая, пятнадцатая, пятнадцатая. Вот мы набрали 15 петель. Нам сейчас нужно начать вязать в обратную сторону. Но мы не можем вот так вот взять сразу и развернуться. Это неудобно, и край будет скошен. Поэтому мы набираем одну петлю подъема. Это получается, ну, бок, боковая стеночка будет. Вот, мы ее набрали. Теперь смотрите. Вот у вас вот здесь нулевая петля, да, допустим. Скажем так. Она вылезает из этой галочки. Мы ее не трогаем. И вот следующая галочка, из которой ничего у нас не вылезает. В нее, в эту галочку, мы просовываем крючок. Просовываем между, ну вот, у нас верхняя есть, двойная, да, такая штучка. Вот мы в нее и засовываем. Сюда засунули. Вытащили. Захватили. И через две. Если вы вдруг сейчас не поняли, не страшно, дальше будет только это. То есть все вязание будет заключаться из этих вещей. Я вам сейчас покажу. Единственное, что боковую стеночку мы делаем только сбоку. Ее больше нигде не надо делать, да, только по бокам будет, когда разворачиваемся. И все. Вот, следующая галочка. Засовываем. Вытаскиваем. Через две. Следующая галочка. Засовываем. Вытаскиваем. Через две. Галочка. Вытаскиваем. Через две. Вообще, я сейчас присяду, что-то я стою все это время. Так. В общем, вот таким вот темпом мы с вами вяжем до конца ряда. И нам надо так провязать будет 16 рядов. 8 рядов переда, 8 рядов зада. И потом сделаем ряд закрытия последний. Потому что мы здесь набирали вот эту косичку. И нам нужно будет точно так же косичкой закрыть заднюю сторону, чтобы все у нас было симметрично. Давайте мы провяжем этот ряд. Я сейчас, ну, развернемся на второй. Я вам покажу. И все. И дальше вы сами вяжете вот так, таким образом, 16 рядов. Я включусь еще где-то на середине. И покажу вам, если вдруг вы запутались, ну, сколько рядов вы провязали. Я вам покажу, как это посчитать. Когда чуть больше провяжу, будет нагляднее, понятно. Смотрите, вот у нас осталась последняя петля. Там, где узел, мы ничего не разковыриваем и не стараемся найти еще что-то. То есть у вас должно быть ровно 15 вот сейчас раз вы сделали. Если что, как посчитать? Можно запутаться только вот на начале. Потом вы уже не будете путаться. Если что, вот косички. И вы считаете вот эту, ну, непонятную штуковину вы не трогаете? Узелок, да? Считайте по косичкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. И вот, да, пятнадцатая у вас осталась петля. Засовываете. Просовываете. Итак, вот вы довязали. Теперь вы делаете ряд подъема. Это вот наша боковая стеночка. Вы его провязали, развернули. И дальше вы вяжете в первую дырку, вот сюда вот. То есть тут ближе уже, ну, вообще ничего нет. Вот они все дырочки, в которые вы будете провязывать, да? Сейчас вы вяжете в самую первую. Вот она прям сразу тут раз. Вы вытащили. Сейчас, нет, подождите. Мне надо растянуть. А то мне уже очень плотно она вся идет. И так вот, в первую дырочку вытащили. И все. Как обычно, вы идете до самого конца. Вот, следующая, она как бы между такими столбиками вот этим получается. Засовываете. Вытащили. Раз. Сюда. Засунули. Вытащили. Все, делаем до конца. На серединке включусь. Покажу, как, если что, считать ряды. А так вам нужно провязать таких 16 рядов. Смотрите, хочу показать еще один момент. Когда вы только начинаете вязать, бывает, что вы путаетесь, где нужно именно закончить. Вы лучше считаете, если боитесь, ровно 15 раз у вас должно получиться, да, 15 петель. Либо считайте по косичкам, что их ровно 15. Только вот эта вот штучка не считается, да, это наш бог. Сами косички, их 15, вот, 15-е это. И в конце вязания, вот эти, видите, такие перекладинки, вот у вас в конце одна она остается. То есть 15-е получается вот здесь вот, и потом вот она. Давайте провяжем один ряд вместе, чтобы четко мы это поняли. Вот и делаю ряд подъема. Ой, петлю подъема. В первую дырочку, да, я провязываю. Это один. И все, я считаю. Два. Я 14-я петля. И вот между двумя вот этими штучками, вот она, 15-я петля. Вот я провязала 15-ю петлю. Ряд подъема. Разворачиваю и вяжу дальше. Теперь давайте я покажу, как считать ряды. Получается, смотрите, вот эта серединка, да, и сверху галочки, снизу галочки, вот эта ячейка, это два ряда. Раз ряд, два ряд, три ряд, четыре ряд. Значит, получается, мы провязали четыре ряда. Вот две такие штучки. С этой стороны они выглядят по-другому. Вот первый ряд, второй, третий ряд, и вот четвертый ряд. То есть, вот эти штуковины, они считаются. Все, вяжем дальше и встречаемся на 16-м ряду. Вот я довязала 16 рядов. У нас получается 8 таких ячеек. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Либо 16 рядов. Теперь нам нужно закрыть вязание, потому что у нас снизу была косичка, и чтобы сверху все было симметрично. Как мы это делаем? Мы делаем столбик подъема наш, как всегда. В эту петлю точно так же, как всегда, мы просовываем. Но раньше бы мы сделали вот так, да, и протянули. Но сейчас мы этого не делаем. Мы просто вот эту петлю, вот эту вот, высовываем через эту. Мы ее берем. Сейчас. И вот так просовываем. Теперь в следующую дырочку мы засовываем, вытаскиваем. И уже вот эту петлю вон там просовываем. И так мы делаем до самого конца. Тем самым закрывая наш верх. Вот, видите, он у нас закрывается, наша верхушечка. Доделываем до конца. Довязали до конца. Отрезаем. И завязываем узелок. В общем, сами смотрите. Делайте так, чтобы просто красиво было и ничего нигде не торчало. Чтобы вам все нравилось. Часть сумки у нас готова. Сейчас нам нужно связать ручку. Принцип вязания ручки такой же, как самой сумки. То есть петли мы набираем одинаково. Единственное, что там ручка, мне кажется, сначала более узкая, потом шире, потом уже. Давайте попробуем. Значит, делаем узелок. Набираем 4 петли. И пятую петлю стенки сразу набираем. Утого набираем 5 петель. 1 2 3 4 5 Также не в эту косичку, а вот в следующую. У нас должно получиться 4 раза. 1 2 3 и 4 Подъем Смотрите, я насчитала там 17 рядов. Мы сейчас делаем 1 2 3 4 4 ряда по 4 петли. И потом расширим. Давайте провязываем 4 ряда. И встретимся с вами. Это второй ряд сейчас. Мы провязали 4 ряда. Теперь мы расширим ручку. Как это сделать? Разворачиваем. Делаем петлю подъема нашу. Как обычно, провязываем в первую дырочку. И теперь опять провязываем в ту же самую дырочку. В следующую один раз. В следующую один раз. И в последнюю дырочку мы провязываем тоже 2 раза. Итого у нас получалось все ряды было по 4 петли. Теперь у нас будет по 6. По 6. Значит, сколько у нас должно быть? Если всего 17, 4 и 4 это 8, остается 9. 9 рядов по 6 мы сейчас вяжем. Так. Петля подъема. И вот у нас получается все. Теперь в каждую по 1. 9 раз. 1 2 3 4 5 6 Это у нас получается второй же ряд. То, что первый был, где мы добавили. Это второй ряд. Еще 7 рядов нам. В общей сложности у нас должно быть 9 рядов по 6 петель. Давайте вяжем и встретимся. Смотрите, у меня не хватило буквально немножко, чтобы закончить ручку и сделать висюльки. Возможно, если бы мы здесь делали не 15 рядов, а 13, у нас бы хватило. Но она тогда достаточно, вообще такой мини-клач будет. Вот, в общем, с 13 рядами, скорее всего, одного мотка хватит. Но мне сейчас не хватит, поэтому я беру еще один моток другого цвета. Такого у меня нету. И буду доделывать им. Вот. Вы имеете в виду, что если с одним мотком, то это тогда точно не 15 рядов, а от 13. Потому что по ручке у нас осталось совсем немножко. И потом нам надо только на висюльке и связать саму сумку. Это совсем немножко пряжа. Так, как мы добавляем цвет? Вот мы вяжем. Сейчас я отрежу здесь. Вот мы вяжем. Берем новый цвет. Кладем его. Ну, как нам удобно. И просто вместо нитки, которая бы у нас раньше была, так как она у нас закончилась, мы берем вот эту нитку и просто дальше продолжаем вязать ей. Это потом все затягиваем, завязываем. Так как у нас сумка, ручка выглядит вот так вот потом, ну, в итоге, да, она будет выглядеть, то вы можете просто висюльки перетянуть во внутреннюю сторону, потом мы это свяжем, и они внутри останутся, не будут вам мешать. Так, в общем, довязываем дальше. Это у меня получается седьмой ряд. Мы вяжем 9 рядов по 6, и потом 4 ряда 4, так же, как в начале. У нас будет 4 ряда по 4, 2 такие ячейки по 4. Потом у нас будет 9 рядов по 6, и потом опять 4 по 4. Смотрите, сейчас я покажу, как уменьшить. Вот у нас 6, да, мы делаем петлю подъема. Мы не провязываем в первую дырочку, мы провязываем во вторую. Это 1, 2, 3. Мы не провязываем в эту дырочку, мы провязываем в последнюю. И вот у нас получилось 4. 4 петли мы сужаем, это первый ряд 4. Мы делаем петлю подъема, и вот провязываем раз. Сюда можно чуть послабее, так у нас там дырочка осталась, но она потом закроется. Эта дырка, ее не будет видно. Раз. Два. Три. Так, отрезаем. Точно так же, как на сумке, просовываем и завязываем узел. Смотрим, какая у нас сторона будет внутренняя, какая наружная. Ну, вот так, наверное, да. Эти вот ниточки я просовываю вовнутрь. Их здесь между собой свяжу. Вот это начало тоже посильнее зафиксирую. Сейчас я возьму крючок поменьше. Если у вас нет, то можете им продолжать. Просто будет не так удобно. Если есть, возьмите любой крючок поменьше, чтобы он лучше в эти дырочки пролазил. Сейчас мы будем сшивать ручку, потом сшивать сумку. Как мы провязываем ручку? Мы берем нашу нитку, делаем петлю, как и делали. Я взяла крючок поменьше, мне так удобнее будет. У нас есть рисунок, видите, вот они, да, наши? Вот наша линия по бокам дырочки. Следующая линия дырочки. В общем, везде есть симметричные дырочки с каждого боком. Мы берем начало, находим наши первые две крайние дырочки. Просовываем в них крючок, подхватываем петлю. И нам нужно просунуть петлю через две них, вот сюда вот, вытащить. Мы берем нашу нитку. Просовываем ее сюда. Выравниваем все это дело. Теперь нам нужно... Смотрите, у нас здесь по бокам как бы косички такие идут. Нам нужно стараться брать внутренние стороны этих косичек. То есть вот следующее. Берем эту косичку. Берем внутреннюю косичку вот здесь. Взять ее. Просовываем через них нитку. И не провязываем, а дальше, как мы делали на верхушке сумки, петлю через петлю вот так вот проводим. Выравниваем все это дело. Дальше. Берем следующую здесь, в бок косички, внутренней. Вот здесь вот его получается не особо-то и видно. Окей, мы берем то, что можем взять. Протаскиваем сюда. Сюда. Закрываем. Дальше. Опять. Берем здесь то, что у нас от косички. Вот здесь уже виден в бок нормально. Оно, видите, чередуется. То с одной стороны косичка есть, то с другой. Сюда. 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 И, собственно, таким макаром мы доделываем до самого конца. Стараемся ничего не пропустить. Все аккуратно сделать. Если что-то пошло не так, распускаем, перевязываем. Тут, собственно, вязать-то немножко. И доделываем. Главное, смотрим, что все симметрично, чтобы он нашел. Вот рисунок, рисунку весь. Тут полосочка, тут полосочка. Все одинаково. Просто там, где есть возможность взять именно внутреннюю сторону косички, там мы ее берем. Все, делаем до конца. Ручка готова. Я завязала узелочки. Я просунула, ну вот так вот, вовнутрь. Две ниточки через петельку. И завязала там узелки. Теперь нужно все эти ниточки просунуть туда, чтобы они нам не мешали. Все, наша ручка готова. Теперь нам нужно сшить сумку. Мы ее также складываем напополам. Я посмотрела по той картинке. Мне кажется, здесь нет бока. Потому что иногда есть бок, который вшивается еще сюда, чтобы она была пошире. Но я там его не увидела. Как по мне, она, по-моему, просто вот так вот сшита плоско. Сейчас будем сшивать. Сумку мы сшиваем по такой же аналогии. Делаем петлю. В этот раз достаточно большую. Находим верхнюю дырочку здесь. Находим верхнюю дырочку здесь. Вот она в самом верху. Да. Вот дырочка к дырочке. Берем петлю через одну, через вторую. Провязываем. Берем следующую дырочку. Смотрим по рисунку, чтобы все у нас симметрично. И спускаем. Берем следующую. И все. Так до самого низа мы с вами делаем. Так. 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 Продолжение следует... Берем нашу нитку, вытаскиваем, отрезаем. Все, потом мы ее здесь завяжем сейчас. Просунем еще раз через одну вот эту, чтобы можно было узел завязать. И завязываем узел. Отрезать не будем, потом просто подровняем с общей длиной всех узлов, чтобы у нас красиво болталось. Если хотите, вот у нас косичка получилась, с этой стороны косички нет. Можно, ну сами уже посмотрите, тоже красиво ее как-то декоративно поднять сюда. Но я не буду, мне и так все нравится. И, соответственно, точно так же мы сшиваем со второй стороны. А потом тут узелки все подтягиваем, тут узелки подтягиваем. И после этого, как мы здесь сошьем, сама сумка, видели там с висюльками? Вы просто нарезаете веревочки любой длины, которую хотите. Берете, да, сквозь. Либо вот эти пупырышки, либо вот эти, которые вам будут нравиться. Нарезанные веревочки ваши вы продеваете, завязываете узелочки, и они у вас болтаются. Либо не завязывайте узелочки, если вы глубоко проденете, она и так будет болтаться. И в тех местах, где хотите, уже все это дело наделываете. Ну давайте сейчас довяжу эту сторону. Завяжу штучки за карабинами. Сейчас поеду в магазин, у меня дома ничего нет. Можно купить в иголочке, влюрау, можно заказать в интернете, можно отключить, что-то вытащить. В общем, масса вариантов. Я поеду, наверное, в длюрау, мне все равно надо в магаз. Я купила два таких карабина, круглых не было, поэтому то, что есть. Так, наденем их, наверное, вот так вот. В общем, продеваем в дырочки так, чтобы это было логично, красиво. Вот я засунула карабины. В целом сумка готова. Нам осталось завязать ниточки. И я посмотрела, как они завязаны. Там на фотографии узелков не видно. То есть, получается, они, скорее всего, вот так вот просунуты вовнутрь. Да, вот по этой линии аккуратно. Там их завязали. И потом высунули. Вот здесь. Вот примерно вот так они выглядят. Все, и мы завязываем эти завязочки везде, где хотим. Как считаем красивыми. Наша сумка готова. Сейчас завяжу и покажу, что у меня получилось. О, my God. Can I say to you? Yeah. Yeah. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok